Сплошные прыжки. Хорошо меня слышно. Не надо усиливать больше. Нормально. Отлично. Добрый день, дорогие коллеги. Я вообще очень рада сегодня перед вами выступать, потому что я уверена, что раз вы нашли себе силы, нашли ее время, нашли деньги для того, чтобы приехать на эту конференцию, значит, вы готовы что-то улучшать, готовы слушать право от других коллег и готовы делать, возможно, свой мир лучше. Меня зовут Киселя Ольга, я 4 года проработала в компании «Светинтек», и сегодня я хотела бы рассказать про наш опыт. Но я думаю, мы сегодня за этот день уже устали очень сильно, поэтому я бы хотела начать с небольшой такой историей, которая поможет нам включить воображение. Вы знаете, все дружно представят, что у нас есть машина, у нас есть права, и такой небольшой совет. Если вы на полной скорости несетесь по дороге и вот летите прямо вперед, никак не можете вспомнить, где же тормоз. Посмотрите в зеркальце заднего вида, скорее всего, он там. То есть, о чем вам говорит этот совет? Он говорит о том, что у нас многие действия совершаются на уровне подсознания, не на уровне сознания, а именно глубже. И это действует не только в автомашинах, хорошие инстектора, но в случае это именно переключать коробку передач, несмотря на нее, нажимать на сцепление, на таз, на тормоз, тоже несмотря на него. То есть, например, такой пример, когда меня отправили сдавать экзамен уже непосредственно от ГАИ, это сделано через 3 месяца после сдачи всех экзаменов в автошколе. Я, разумеется, успела все забыть, но когда я стояла и смотрела, как другие ездят на машине, у меня что-то было так щелкнуло, я говорю, слушайте, ребят, я озвучиваю свои мысли, сцепление – это ведь средняя педаль, правда? Все на меня так смотрят, ты что, сцепление – это крайняя белая педаль. Я их слушаю, думаю, ну, наверное, они хотят, чтобы я завалила экзамен. Я им не верю, у меня щелкнул мозг, я точно знаю, что сцепление – это средняя педаль. То есть пока я не села в машину, пока у меня не включилось подсознание, я считала, что я права. И это бывает в таких ситуациях, когда мы вышли из дома, идем на работу, и думаем, ну, надо после работы зайти в магазин, успеть сходить в спортзал, сделать то, сделать все, сделать 5-10, и тут вдруг очнулись, а мы уже на работе. То есть просто на автопилоте дошли, и сами не знаем, как. И ровно то же самое у нас происходит в работе. То есть если мы не ввыкли работать по какому-то процессу, только нам что-то предлагают улучшить, изменить, поправить. Первый вопрос, который мы задаем – а зачем? У нас же и так все хорошо, у нас и так все работает. Так, вечно. А это же у нас не работает. То есть что мы имеем на входе? Мы имеем каскадный процесс. Что это значит? Это значит, что у нас приходит какое-то пожелание от заказчика. Я там хочу систему. Идет разработка требований. Потом начинается разработка архитектуры нашего кода. Потом начинается непосредственно кодинг. И потом уже инвестирование. Потом уже отдаем заказчику. На самом деле я не хочу сказать, что этот подход плохой. На самом деле он был. Он есть. Я думаю, он будет есть. То есть примерно так же, как и любой в белочке к своему орешку. То есть вот он постоянно тянется, тянется к этому орешку и никак не может его достать. Причем не хватает им буквально сантиметра, когда что-то случается, какой-то катаклизм и его опять разносит. На самом деле мы с вами точно так же. Мы каждый рюклист пытаемся выпустить какой-то идеальный продукт, чтобы в нем не было вообще никаких багов, даже минорных. Мы хотим, чтобы все было настолько круто, что не к чему придраться. Но нам всегда приходится выбирать. То есть нам приходится искать баланс между количеством ошибок, исправленных, неисправленных, количеством фич, которые мы хотим сделать в итерацию, и временем, в которое это должно вложиться. То есть идеального качества у нас не будет, но зато мы всегда можем стремиться уменьшить это состояние между нами и нашим орешком. И сегодня я вам расскажу про те два метода, которые помогли нашей команде улучшить наш процесс, усилить нашу команду и сделать в итоге наш продукт лучше и качественнее. Ну, раз уж я сегодня разговаривала последнее, нам много времени, то я немного про стендап. Раз мы говорили про гибкие технологии, то можно упомянуть, зачем вообще нам проводить эти стендапы. Потому что сегодня на многих докладах звучало, что мы от них отказались, потому что они, оказывается, не нужны. А нужны ли они вообще? То есть зачем мы это проводим? Итак, первое, что мы отребили, это обмен модулями. Что это значит? Вот у нас есть команда модуля А, команда модуля Б и команда модуля С. Что мы делаем? Мы начали каждую ревизу, каждую операцию, каждую две недели менять тестировщиков по аналитикам модулями. Ну, программистов менять модулями опасно, потому что обычные времена не укладываются в сроки. Но тестировщики вполне на это способны. То есть, и мы подходим к вам вопросу, зачем мы все это с вами делаем? То есть, какие плюшки нам приносит этот подход? Люди лучше знают свой продукт. То есть, например, если у вас люди знают какой-то свой модуль, вот вы берете новичка. У новичка что-то не получается. Кому он пойдет? К аналитикам идти страшно. Все-таки это именно они ставят перед нами задачи. Но будешь ходить к начальству с глупыми вопросами, они потом чувствуют совсем тупое поле тебя. К программистам тоже страшно. Вдруг о них люди правду говорят, они злые, сажусь по трахами. Пойдет наш тестировщик к своим коллегам. Заходит он к своим коллегам и говорит, слушайте, ребята. А я тут попыталась ручную корректировку завести, а мне не получилось. А почему? Подскажите мне, бага это или я что-то неправильно делаю. А все на него гостятся и говорят, ой, нет, слушай, это вообще не мой модуль. Иди-ка ты отсюда. Про этот модуль меня может даже не спрашивать. Я ничего не знаю. То есть, ну, сама в себе ситуация не нормальная. Но плюс ко всему я считаю, что в принципе человек должен знать свой продукт. Особенно, когда идет такое подразделение на модуле, что в принципе человек может знать этот продукт, но он старается найти себе какие-то отмазки, что ну меня поставили на маленький участок, я лучше буду на нем, а просто жены даже не спрашивать. Но это формализация ни к чему хорошему бюро, и потому что такой человек никогда не знает, что мог задеть программист, исправляя его модуль. То есть, как он проведет какой-то импакт анализа, если он знает только в рамках одного модуля. Плюс ко всему, когда мы тестируем один и тот же модуль, итерация за итерацией, особенно если у нас какие-то короткие участки, то есть нам приходится часто прогонять наши регрессионные тесты, которые нам уже доели, то у нас просто начинает замыливаться в газ. То есть, мы можем не видеть какой-то очевидной ошибки не потому, что мы плохие тестировщики, а потому, что мы смотрим даже, ну, например, ошиблись в названии колонки, а мы уже не смотрим на название колонок, мы этот отчет видели 200 тысяч раз, мы смотрим сразу уже на числа, правильные числа, ну, окей, все замечательно. Плюс ко всему, когда мы меняемся модулями, то есть, мы вот так гаснем, гаснем, то есть нам начинает казаться, что тестирование это вообще скучная вещь, то есть сидим тут каждый раз, одни и те же тесты гоняем. А так у нас каждый релиз, у нас получается что-то новенькое узнавать. То есть, во-первых, это поднимает ваша душевная сила, то есть нам интересно, мы узнаем, что это новенькое, при этом краем глаза следим за своим любимым модулем, то есть мы смотрим, что в нем поменялось, и мы сюда можем не вернуться. Но при этом мы можем свежим взглядом скрыть на какой-то другой модуль, и мы позволяем взглянуть свежим взглядом на свой модуль. Таким образом, обмен модулями, то есть первый наш подход, который мы изменили, он помог нам сделать так, чтобы люди знали свой продукт лучше, чтобы люди заранее могли продумывать, а что вообще, на что может повлиять. То есть если раньше люди говорили, что нет, все, баста, я ничего не знаю, прям в своем модуле, теперь это не срабатывало. То есть теперь люди знали свой продукт и могли проводить какие-то анализы. И второе, что мы изменили, это подход к оценке. То есть какая бывает оценка? Бывает, что приходит к вам начальник, тест-менеджер Грейт, слушай, вот у тебя будут какие-то задачи стоять, оцени их, сколько тебе времени надо будет. Кого вот такой подход? Поднимите, пожалуйста, люди. Вот, и есть с таким подходом. Бывает, что приходит к нам тест-менеджер Грейт, слушай, вот у нас ревиз, то есть такие-то сроки, такие-то задачи, как ты вообще на это смотришь. То есть вы еще можете высказаться, сказать, что вот это мы не как-то, успеем. Это слишком долго. У кого такой подход? Тоже поднимите пару раз в руки. Вот. Бывает, что приходит к менеджеру Грейт, ну, слушай, вот у нас какие-то сроки, какие-то задачи. Все, до свидания. Ну, я надеюсь, сейчас люди уже не болеют. Я смотрю, улыбаются. Вот. Что решили сделать мы? Мы решили теперь каждый трансфер собираться и обсуждать коллективно. Но при том, что у нас собраний были около семи человек. То есть не слишком много, но при этом, чем это хорошо? То есть, опять-таки, какие-то крышки нам несет. То есть мы собираемся. И что нам надо сделать? Нам надо оценить следующую трансфер. Следующая трансфер – это две недели. Две недели – это десять рабочих дней. Десять рабочих дней – это шестьдесят рабочих часов. Почему шестьдесят? Потому что мы заранее закладывались в риски на тему того, что человек не работает после часов в день. Он там пойдет покурит, пойдет попьет кофе, чай, просто на отвлеченные темы подбеседовать, чтобы отвлечься от работы, а потом снова как бы включиться с новыми силами. То есть нам всегда нужны перерывы. Причем такой риск, что мы работаем на два часа меньше каждый день, он помогал нам в итоге укладываться в сроки. Разумеется, люди работают полный рабочий день, иногда даже содержатся. Итак, какие плюшки нам приносит такой подход к оценке? Одна… у нас получается как? Как проходит оценка? Вот мы собираемся, и, соответственно, все оценивают весь скоп задач на ближайшие шестьдесят рабочих часов и оценивают вот так, словно его будете тестировать и будете разрабатывать именно вы. Не важно, кто в итоге будет его разрабатывать или тестировать, вы оцениваете так, эта задача, словно она будет именно ваша. И что в итоге получается? Идущий собирает ваши оценки – great. Вот, например, Таня сказала, что ей надо три часа, а Андрей сказал, что ему надо десять часов. То есть минимум и максимум. Встаем и объясняем. Вот стоит наша Таня и Андрей объясняют. Например, Таня говорит, ну, что там делать? Там же человек ввод. Ну, забил правильные значения, забил неправильные значения, покурил там, сходил по отделам, плет потолок. Ну, в общем, три часа за глаза. Андрей говорит, Таня, что? Какие три часа? У нас там есть ввод через web-форму, есть через Excel. А Excel-инструмент еще не готов. Ты вообще представляешь, сколько потенциальных проблем у нас будет с этим Excel-инструментом? К тому же, ты можешь внести данные на подразделения, они пойдут в один отчет, на филиалы они пойдут в другой отчет, на макро-региональный филиал они пойдут в третий отчет, на компанию в четвертый. Это же все надо проверить. И Таня так стоит, ммм, отчеты. Точно. Таким образом, принимается максимальная оценка. То есть Таня забыла про то, что ее мода может на что-то повлиять, надо что-то с этим будет связанное проверить. И принимается оценка больше. Либо наоборот. Андрей говорит, слушай, там столько всего надо сделать, там вообще нереально, очень долго, слишком долго. А Таня ему говорит, слушай, ну я, похоже, задачу уже делала, это заняло у меня три часа, потому что есть замечательный подход, и я уже его пробовала, он работает. Поэтому, если эта задача будет твоя, а не моя, то я тебе помогу. Ну окей, если мы затратим задачу меньше, разумеется, там Андрей согласен с ней, принимается меньшая оценка. То есть происходит мозговой штурм, за счет которого оценка становится качественнее и реалистичнее. Потому что если вы оцениваете ее один, то вы можете про что-то забыть. Просто вот забыть. А так у вас все равно, даже если оценка не намного отличается, минимум и максимум, все равно хотя бы один человек стоит рассказывать примерный тест-план, примерный чек-лист. То есть я проверю то, но и то. А вас наберут ему какую-то мысль, вы боитесь слушать. А почему ты не проверишь еще вот это вот? Другого человека это тоже найдет одна мысль. И так постепенно вы дойдете до того, что возможно, что-то такое, о чем бы вы сами никогда не вспомнили. Ну может быть сначала бы кто-то нашел, а так вот вроде как, ну я вроде протестировал все, что можно, да? И не вспомнили. Либо наоборот, вы считаете, что вам придется очень долго, нудно что-то тестировать, а на самом деле другой человек знает, как это сделать за полчаса, просто написав какой-то скрипт. Но он не интересуется задачками, которые не стоят на нем, поэтому он даже не в курсе, что такая задача есть, и что он бы мог вам с ней помочь. Ну и раз уж мы сегодня разговариваем про такие подходы, глупо было бы говорить только о плюсах. Разумеется, в каждом подходе есть свои минусы, и в этом подходе минус это затрачиваемое время. Конечно, когда вы спрашиваете в первый раз с таким методом отзывки, то у вас минимум максимум будет разниться очень сильно. Они могут даже поспорить, кто будет прав. Но с другой стороны, с каждым разом у вас будет накапливаться опыт, что какие-то задачи, какие-то задачи, мы делаем там два часа, какие-то часы, какие-то четыре часа. А вот здесь мы в прошлый раз не учли, что оказывается там она много всего затрагивает, поэтому надо еще и так вот сделать. То есть таким образом каждый раз у вас времени будет тратиться все меньше и меньше. То есть небольшой итог второй части – это то, что коллективный возговор штурм, применяемый при оценке наших задач, он помогает нам сконцентрироваться именно на том, что действительно может затронуть наши задачи. Помогает нам вспомнить о том, о чем мы могли бы забыть, если бы думали об этом в одиночку. Ну и как я и обещала, немного про стендапы, что это вообще такое. Это такое собрание, на котором собирается вся команда и отвечает на три главных вопроса. Что я делала вчера, что я буду делать сегодня и какие у меня возникли проблемы. Какие плюшки нам это приносит? Люди всегда в курсе, что происходит на проекте. На самом деле, это отличный плюс. И это я вас сейчас говорю как человек, который, работая в определенной команде, поехал обмечать свои день рождения с друзьями, прият. И тут вдруг получает много начальства. Здравствуй, Оля! Как дела? Слушай, а ты знаешь, у нас сегодня вечером релиз. Во сколько ты сможешь его протестировать? Ну, переведя на русский язык, будь дома не больше десяти вечера и трезвая. Я, конечно, потом высказала начальство все, что я думала на этот счет, но поняла, что это на самом деле плюс. Это называется быть в курсе. Да. Быть в курсе, что происходит на проекте. То есть можно сказать, что, Оля, это проблема с пенделенкой команды, у нас все хорошо. С другой стороны, если вы сидите в соседних кабинетах и не знаете, что происходит на проекте, потому что вы не интересуетесь, они не приходят сами. И если такие не рассказывают, то это же двойне обидно, если сидите в соседних кабинетах и не знаете, что происходит на проекте. Бывает и такое. Спасибо, что вы не знаете, когда у вас релиз? Ну да, у меня тоже. Но, да, вот в республиканной команде, когда я работала, была такая ситуация, когда я знала, что скоро будет релиз, но мне вот позвонили именно в этот день и сказали, что а он у нас сегодня, мы так решили. Так что, все, приезжай, тестируй. Ну и соответственно, нам в прошлой конференции рассказывалось про очередь из тестирования. То есть, что мы тестировщики просто снимем и ждем, когда же нам программистов нет бабок. Чем помогает митинг? То есть, вы перед митингом посмотрели в облог и видите, что ну, на мне сегодня задачи у меня осталось делать два часа. Программисты сегодня работают не на меня, там все задачи уходят на других тестировщиков. Что же я могу поделать сегодня? Ну вот, например, я могу разгрузить своего соседа, на нем семь задачек. Наверное, я ему помогу, а потом почитаю сзади, которую Таня написала. Вдруг меня потом поменяют модуля, я встала на ее модуль, а я даже дизайн не читала. Соответственно, вы приходите на митинг и говорите, вот, я сегодня доделаю свою задачу, и, наверное, там помогу Андрею, потом почитаю сзади и так далее. И вам ваш скрам-лидер, он сразу же говорит, слушай, не забейте на Андрея, он сам справится. То есть, вы посмотрели, что на нем очень много задач, и вы подумали, что это плохо. На самом деле, Андрей эту задачу уже протестировал. Просто, ну, там, получает спинание между разработчиком и тестировщиком, там вот, вот, видите, на пару пикселей правее, вот здесь вот еще подрисую, там кнопочка плохо называется. То есть, основная функциональность проверена, и там идет уже допилка. То есть, пока вы будете переключаться на эту задачу, вы потратите много времени, и это никому не надо. То есть, вам нужно сказать, наоборот, лучше не прочитать лицей. Я его написала уже три дня назад, еще ни у кого не было времени, вот, отлично, что у тебя есть время, иди прочитай. Либо наоборот, слушай, этот ТЗ уже вся команда прочитала, то запейте на него, иди или нам тут же тест-кейс попиши, а то они у нас выделываются в состоянии. Либо автотесты, вот, у нас непокрытый модуль есть. То есть, вам сразу находится задание, которое больше нужно команде, чем если бы вы думали, что, ну, вот я сделаю что-то сам. То есть, скром-лидер же не будет ходить, там, к каждому человеку стоять на душе и говорить, а ты точно работаешь, или вот у тебя есть какое-то свободное время. А так вы заранее видите, что да, время у вас будет, и вы хотите заняться тем-то и тем-то, и вам достарает приоритеты. Ну, а к тому же такой подход и помогает организовать людей. То есть, ну, я надеюсь, что у нас у всех команда нормальная, нет таких людей, которые приходят посчитать по шоку и сказать, что я работал. Но, в любом случае, если вам надо рассказывать, что надо перед всей командой сказать, что я вот вчера там сделал то-то и то, но как-то не хочется рассказывать, что там весь день приседел там вот одной группой задачи. То есть, получается такое рикое соревнование с самим собой, когда вот хочется пойти и сделать побольше, чтобы рассказать там сборность и сказать, что я вот такой молодец, я вот все сделала здорово. И главный минус этих подходов, почему их обменяют, то, что они превращаются в убежалок. То есть, если люди не понимают, зачем эти митинги, то есть, какие плюшки они могут привезти, то вот приходят люди и начинаются вот, рассказывают там какой-нибудь программисты, ну, я там вчера делал сотую главу, сегодня, наверное, продолжу. То есть, вы могли прочитать баклок, вы, ну, все равно вы, вряд ли запомнили все задачи по номерам. То есть, человеку скучно рассказывать о том, что он делал, вам не менее скучно его слушать. То есть, если так полкоманда рассказывать, то это превращается, никому не нужно написаловку. Либо, наоборот, люди начинают окупляться в подробности, и вот, скажем, митинг занимает там полчаса, час, полтора часа, что тоже всех утомляет, и становится нафиг, никому не надо. То есть, митинг должен быть коротким, и надо контролировать, чтобы никто не уклонялся. Так вот, тебе надо это обсудить, обсудите после митинга, но там вдвоем-твоем или соберем отдельно команду. Не отвлекайте народ. То есть, основная ваша проблема, вот вы сейчас приехали на конференцию, вы заряжаетесь позитивом, то есть, вы наполняетесь позитивом, вы думаете, я узнал столько нового, столько всего классного, я сейчас приеду к своей команде, вы столько времени скажете, что вот, я узнал то, то и то, это все так здорово, давайте все применим у нас. И народ будет вас так внимательно слушать, говорит, да, слушай, такая клевая вещь, к чему мы дальше не надумались, давай применять. Ну, на самом деле, люди будут на вас смотреть немножко гнать. Все-таки люди пронсервативные, и на то, как он, а зачем нам что-то гулять, он исходит не из того, чтобы узнать, а какие пьюшки нам приносит подход. Он отследует из того, чтобы сказать, слушай, ну, может, не будем, а так же хорошо работает, вроде как лечение нам маять, ну, давай так оставим. То есть, да, бывает так, что, ну, когда у нас маленькие команды, то бывает так, что, да, действительно, все-таки активисты, все хотят постоянно улучшаться, совершенствоваться, все делать здорово, но когда у нас большая команда, то есть, там находятся люди, которые, ну, просто инфантильные, или любят следствию оболосить, то есть, ну, им это не надо, им нравится тестировать, вот, да, линтус-кейс они тестируют, они не хотят развиваться, они не хотят ничего менять, либо, наоборот, они, ну, говорят, ну, да, слушай, хороший подход, вот там, оценка, там, с дата, с понедельника начнем, там, там, какой месяц, там, другой, и ничего не двигается. То есть, ну, как бы, да, вот такая проблема есть, и на самом деле решение у них тоже есть. И это решение сейчас, собственно говоря, находится передо мной. То есть, раз вы приехали на конференцию, это значит, что вы такие молодцы, все активисты, вы готовы улучшать свой продукт, вы готовы что-то делать, и вы готовы что-то менять к лучшему. И это значит, что, да, вам придется взять на себя ответственность, не говорить, что, ну, я тестировщик, что я буду ходить на них, на них собирать, да, он придется взять на это ответственность, да, он придется ходить, кушать людей, вот, говорить, что так, стендап, все, все вышли до коридора, и вообще не волнуйтесь, потом продолжите, потом закомититесь, ничего за 10 минут с вашим кодом не произойдет, но сейчас же все вышли, пойдем обсуждать. На оценку точно так, что завтра все, применяем оценку. То есть, идите и сделайте что-то вот хорошее, доброе, личное. Потому что, да, у тебя сходить, там, кушать каких-то людей, которые скажут, ну, зачем, ну, не надо. Но, да, они будут вас, возможно, даже не любить, но, в конце концов, даже эти люди скажут вам спасибо. Ну, и я вам тоже даю спасибо. Ну, и я вам тоже даю спасибо. Ну, немножко от институционного момента. В принципе, вы меня можете найти в галуарах, либо взять визитку, написать мне на почту. Ну, сейчас, конечно, да. Ну, это просто такие люди, которые приезжают на конференции, которые, когда что-то учитесь, ну, в любом случае, ну, я могу говорить только, что вы на себя, я же не знаю, что происходит в галуарах других людей. Поэтому, да, когда можно так прочитаться, то все-таки, вот, сидишь там, бывает, задается дальше, ты не копаешься, копаешься. Тебе вот так просто вспоминается, что ты, ты решила сделать, ну, днем начать другое, а ты вот сидишь и, ну, понимаешь, что это надо делать, да, потому что с тобой не параллельно, конечно, дошлите. Ну, вот, мы сейчас надпьем, ну, бывает, даже наоборот, ты собираешься, собираешься, но, так, вот, надо сделать еще и, типа смехать. Да, да, да. Ну, смеет. Ну, да, да. Продолжение следует...